На большинстве ремонтируемых улиц города работы идут по плану, но без ложки дегтя не обошлось. Капитальный ремонт улицы Свердлова начался в сентябре прошлого года. В последний раз в качестве срока окончания работ называлось 30 июля. До этого дня действовало и разрешение на введение ограничений движения, выданное ГИБДД. Теперь к санкциям со стороны заказчика работ, муниципалитета, добавятся и штрафы со стороны госавтоинспекции. 30 июля подрядчик должен был сдать проезжую часть для полноценного движения. Как видим сегодня, 200 метров из километра протяженного объекта, 200 метров сегодня не доделано. Соответственно, заказчик в лице муниципального учреждения переблагоустройства и ГИБДД, как надзорный орган, будут накладывать штрафные санкции. Подрядчик уже был оштрафован муниципалитетом за ненадлежащее качество выполняемых работ. Сумма санкций составила 100 тысяч рублей. Как говорят в ГИБДД, и со стороны автоинспекции претензии к строительной организации уже были. С 2011 года, когда подрядная организация заступила в октябре месяце и по сей день, до 2012 года, было составлено 6 административных протоколов в отношении должностных лиц по статье 12.34. И также по 12.34 привлечено одно юридическое лицо, также Альянса ИВО. Подрядчики, затянувшиеся строительство, объясняют большим числом старых коммуникаций. В этой части Мотовилихи. По словам дорожника, многих водоводов просто не оказалось в месте, указанном в проектной документации. Достаточно много приходилось корректировать проектных решений. По причине того, что когда-то технология, которая заложена в проекте, не могла быть выполнена на практике. Иногда просто те сети, которые нарисованы в проекте, ну не нарисованы, запроектированы, да, фактическое расположение сети оказывалось не совсем там, где оно должно быть. Тоже влекло за собой корректировку проекта. Примерно на те же проблемы специалисты Альянс ИВО указывают и при ремонте бульвара Гагарина на участке от Ушинского до Старцева. Там ремонт тоже тянется уже второй год. Как говорят в первом благоустройстве, медлительность организации обойдется ей в копеечку. Точная сумма штрафных санкций будет посчитана после сдачи и приемки обоих объектов. Новые сроки окончания ремонта улицы Свердлова и бульвара Гагарина – 1 сентября текущего года. Олег Романов, Антон Шибанов, Василий Дулепинских, Телевизионная служба новостей.